Компания Skyway Capital, на которой мы знакомим в первую очередь людей, которые только узнали, либо еще, скажем так, впервые знакомятся с технологией Skyway, или возможностью стать совладельцем данной технологии и плюс ко всему, возможностью, скажем так, принять участие в крупном инвестиционном проекте, который позволит в ближайшем будущем получить источник дохода, который сможет обеспечить и вас самих, и ваших будущих потомков, либо тех, которые есть на сегодняшний день. Традиционно спрошу, слышно, видно меня хорошо ли, да, то есть слайды видны ли на экране ваших мониторов, и всегда поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот некоторые люди, входя в нашу комнату Мирополис, например, пишут города и страны, из которых они на сегодняшний день присутствуют на нашем вебинаре, благодарю вас заранее. Те, кто не пишет, можете написать, из каких регионов вы сегодня находитесь на нашем мероприятии, плюс ко всему у нас есть еще целый ряд социальных сетей, в которых идет трансляция данного мероприятия. Это и Facebook, это ВКонтакте, это YouTube, это Одноклассники, то есть там есть своя аудитория, соответственно, сразу же хочу, наверное, краткого регламента. Постараюсь кратко рассказать, ознакомиться, что из себя представляет технология, дать, скажем так, обзор свежих новостей развития нашего проекта в целом, и в конце, наверное, отвечу на вопросы, которые могут возникнуть по ходу данного мероприятия. Вопросы вы можете задавать в чатах, если вы находитесь непосредственно в какой-либо из групп в соцсетях и смотрите нашу трансляцию через соцсети, то вы можете писать в чате трансляцию в соцсети, и мои коллеги к концу вебинара просто скопируют данные вопросы, и в программе Skype они передадут, я постараюсь на эти вопросы ответить. Согласны с таким ходом событий на ближайшие где-то 35-40 минут? Если да, просто поставьте плюсики в нашем чате, и мы начнем с вами движение по нашему сегодняшнему мероприятию. Итак, друзья, проект компании Skyway Capital. Что такое Skyway Capital? Потому что есть, скажем так, глобальный проект группы компаний Skyway, а Skyway Capital это краудфандинговая площадка, задача которой привлекать инвестиции на территории всего земного шара, для того, чтобы развивать технологию под названием Skyway, то есть осуществляться строительство, и чтобы данная технология была реализована в разных углаках земного шара по тем многочисленным адресным проектам, которых на сегодняшний день уже достаточно много. На данный момент люди, которые приняли участие в проекте компании Skyway Capital, это 200 стран мира, то есть по сути дела весь земной шар. Официальный сайт нашей компании достаточно прост. Skyway.capital, набрав в любом поисковике данную информацию, вы перейдете на сайт компании Skyway Capital. Что хотелось отметить про технологию, которой мы занимаемся. Это транспортная технология, технология второго уровня. История данной разработки насчитывает на сегодняшний день уже 42 года, то есть Анатолий Дарвич Юницкий, советский, российский, белорусский инженер, как мы его называем. Задумался о том, что транспортные системы несовершенны. И стал, скажем так, разрабатывать новый вид транспорта. И, в принципе, по ходу развития своей технологии, он доказывает на сегодняшний день, показывает, что есть технологии, которые могут прийти взамен тем транспортным системам, которые мы сегодня с вами используем каждый день. А это автомобильный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт и железнодорожный транспорт. У всех данных транспортных систем, которые я перечислил, есть свои преимущества, свои недостатки по отношению друг к другу. Есть, скажем так, те недостатки, которые присущи всем данным технологиям. Все транспортные системы на сегодняшний день насчитывают более 100 лет, за исключением, наверное, пятой, которую я не назвал. Это вывод космических кораблей, скажем так, околоземное пространство. Но назвать это транспортной технологией, наверное, еще рано. Потому что очень ограниченный круг людей может, скажем так, подниматься в этих космических кораблях. В основном данное направление используется для запуска различных спутников, которые позволяют нам с вами сегодня, скажем так, лучше ориентироваться в пространстве. Это метеорологические спутники, спутники связи. Спутники-шпионы, да, к сожалению. То есть в вооруженной силе никто не отменялся. Существует огромное количество группировок военных спутников на околоземной орбите. Но транспортные системы, космические технологии на сегодняшний день так и не стали. Так вот, преимущества технологий Skyway по отношению к тем технологиям, которые мы сегодня используем, их больше десятка, но основные из них, наверное, такие, как высокий уровень безопасности. Потому что данная технология, о которой мы с вами сегодня будем говорить, она поднята над землей. То есть это транспорт эстакадного типа, да, то есть нет пересечения с пешеходами, нет пересечения, скажем так, с другими видами транспорта, нет светофоров, нет перекрестков и так далее. Это экологически чистая технология, то есть фактически устранен вред для окружающей среды при перемещении транспорта Skyway. Ну и немаловажный, наверное, вопрос, на который следует обратить внимание. Все мы с вами, скажем так, каждый день перемещаемся по городам, в которых проживаем, да. Вот так, кстати, выглядит, скажем, эстакада транспорта Skyway. Мы с вами в дальнейшем еще по ходу вебинара остановимся на целом ряде транспортных средств, которые были разработаны группой компаний Skyway на сегодняшний день. Но сама суть, вот то, что я вам сказал, без пробок, без загрязнений, да, и действительно технология под названием Skyway, если ее начать реализовывать, если строить дороги на территории нашей планеты, то данная технология может объединить людей в одну систему под названием транспорт. Да, это не только транспортная система, это энергетическая система, потому что в путевую структуру Skyway, которую мы сейчас видим на экране, можно встраивать линии, высоковольтные линии электропередач, то есть электричество удаленной уголки нашей планеты, где, скажем так, просто строительство, например, опор линий электропередач не можно по определенным причинам, там, да, возможно, скажем так, заболоченная местность, либо еще какие-то условия, не позволяющие это сделать. Вот. Можно провести волоконно-оптические линии связи, соответственно, в любую точку земного шара, практически при использовании данной технологии, можно провести высокоскоростной интернет. Вот картина, которую вы сейчас видите на экране, да, вот внизу пробки, в принципе, это то, присуще крупным городам фактически всех стран мира. Да, каждый день огромное количество аварий случается на дорогах, в год более миллиона человек на территории земного шара погибает, автомобильных катастрофах, в десятки раз большее количество людей становится инвалидами, либо, скажем так, получают травмы различной тяжести, что сказывается на качестве уровня жизни этих людей в дальнейшем. Вот. Перевозки грузов, да, вот вы сейчас видите огромные-огромные пробки, скажем так, грузовых автомобилей, я с этим сталкиваюсь практически каждую неделю, потому что перемещаюсь между Россией и Белоруссией частенько, и вижу, какое количество фур перемещается в одном направлении, в другом, там таможенные, скажем так, различные процедуры и так далее, и так далее, люди, скажем, сутками порой висят на тех же самой границах для того, чтобы затаможить груз и прочее, прочее. Вот технология SkyWay с ее, скажем так, решениями, которые предлагаются на сегодняшний день, позволяет нам решить все эти проблемы, позволить комфортно и, скажем так, безопасно, не нарушая, скажем, природного ландшафта, да, не создавая каких-то проблем для экологии, перемещаться между городами и странами. Достаточно высокий показатель скорости, да, транспортных средств, которые будут перемещаться в путевой структуре SkyWay. Сама технология затрагивает все три сегмента транспортного рынка. Это грузовой транспорт, это высокоскоростной междугородный и международный транспорт, и это городской пригородный транспорт. То есть вот грузовой транспорт сможет перемещаться со скоростью до 120 км в час, и работы ведутся в направлении перевоза, скажем так, сыпучих грузов, жидкостей, штучных грузов. Сейчас активно ведутся разработки такого транспортного средства, как Юникон, да, то есть это перевозка контейнеров. И действительно все чаще и чаще, например, на железной дороге наблюдаешь, идут огромные составы, которые, ну, помимо тех цистерн, которые привычны, полувагоны, да, которые чем-то загружены, хапры там, которые перевозят муку, зерно там и так далее, да, по железным дорогам еще все больше и большее количество контейнеров перемещается. И непосредственно предприятие, которое работает на направлении реализации технологии SkyWay, сегодня разрабатывает специальное транспортное средство, которое называется Юникон для перевозки морских контейнеров. Что хотелось бы еще отметить, да, давайте прежде чем, скажем так, прийти к краткой истории того, как вообще запускался проект и что он из себя представляет, наверное, посмотрим видео самой концепции, то есть что из себя представляет данная технология, как перемещается транспортное средство. Это видео займет, ну, там, немногим менее трех минут, и после этого мы с вами, скажем так, основные вехи развития нашей компании, основные акценты расставим. Приятного просмотра и до скорых. Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материала емкости. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач. Все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями. Транспортный комплекс SkyWay способен работать в самых суровых климатических и географических условиях от холодного севера до жарких пустын и тропиков. Грузовая инфраструктура SkyWay подходит для обслуживания логистических узлов, портовых зон и промышленных центров, а городские высокоскоростные решения способны перевозить пассажиров как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Транспортные комплексы SkyWay могут служить основой для энергетической сети, в рамках которой будет производиться экологически чистое электричество. С помощью мультимодальной системы, основанной на надежных и недорогих струнных дорогах и современных технологиях, SkyWay может решить как локальные задачи, так и глобальные проблемы. Итак, друзья, данный ролик продемонстрировал, что из себя представляет технология и в нем, в принципе, воплощение того, к чему мы стремимся, то есть как будут выглядеть транспортные системы уже, в принципе, совсем недалекого будущего. На сегодняшний день непосредственно разработкой транспорта SkyWay занимается компания под названием «Зао струнные технологии», и компания эта находится у нас на территории Республики Беларусь. Ну, наверное, прежде чем, опять же, приступить к рассказу о том, что у нас делаем на сегодняшний день, хотелось бы отметить основные важные пункты, скажем так, запуска проекта в том виде, в котором он существует сегодня. То есть именно название SkyWay данный проект получил в 2013-2014 году. До этого данная транспортная система называлась «Струнной технологией Юницкого». В конце 2013 года было принято решение запустить данный проект по схеме краудфандинга. То есть людям было предложено инвестировать денежные средства в развитие технологии. На выгодных условиях, при определенных дисконтах, был намечен план, либо вектор развития, как говорит наш генеральный конструктор. Разработаны 15 этапов развития группы компании SkyWay. Каждый этап из себя подразумевает набор определенного количества работ, которые необходимо выполнить с целью выведения технологий на мировой рынок для реализации. То есть нужно построить, скажем так, тестовый полигон, как мы говорили когда-то, тестовый участок, на котором продемонстрировать возможности путевых структур и стакад SkyWay различного вида, продемонстрировать, что из себя представляет транспорт SkyWay, провести сертификационные работы и в дальнейшем приступить уже к строительству дорог по тем адресным проектам, которые, скажем так, возникали ранее и возникают и на данный момент. Вот это вот то, что необходимо было сделать. Всего этапов, как я вам сказал, было предусмотрено 15. Как вы понимаете, самый высокий дисконт, либо уровень доходности, если мы рассмотрим с точки зрения инвестирования денежных средств, был в 2014 году в январе. Там составлял порядка трех тысяч раз, когда люди приносили свои деньги еще, скажем так, в ручном формате. Все вручную заполнялось, они шли, скажем так, оплачивали в банк, приносили, скажем так, бумажку, что они стали владельцем пакета долей. Потом уже запускался сайт, он отрабатывался, скажем так, на протяжении нескольких месяцев. Появились электронные платежные системы, что предоставило возможность уже инвестировать в разных углоках земного шара. Поначалу проект он стартовал на территории страны СНГ, в первую очередь на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я вам сказал, что более 200 стран, откуда люди сегодня инвестируют свои денежные средства. Как я уже сказал на сегодня, компания, которая занимается разработкой медведейной технологии, основная, научно-производственная компания, находится в Республике Беларусь. И вот здесь вы, кстати, видите, что за пять лет, то, что существует наш проект, компания уже владеет большим количеством квадратных метров производственных площадей, офисных площадей. Это, собственно, четырехэтажное офисное помещение, которое было куплено в 2017 году, в октябре месяце. Вот недавно мы отмечали два года этой дати. И там работает, скажем так, основной набор конструкторских бюро, которые работают над реализацией технологии Skyway на сегодняшний день. Это в трех минутах ходьбы от метро «Тракторный завод» в городе Минске. В городе Минске это промышленный район города Минска. В принципе, там езды от центра, буквально две-три остановки на метро. Что хотелось бы еще отметить? То, что в 2014 году стартовал проект. В мае 2014 года сотрудником научно-производственного предприятия был только один человек. Генеральный конструктор технологии Анатолий Дарчевницкий. В течение почти года шли работы, связанные с тем, что выбирался участок земли, на котором будет строиться полигон. И вот в конце декабря, я как сейчас помню, 2014 года, так скажем, сохраняя какой-то элемент тайны, было объявлено, что по всей видимости мы участок земли получим в Беларуси. Что, в принципе, успешно случилось. 22 июня 2015 года состоялся аукцион, на котором участок земли площадью почти 36 гектар был закреплен за предприятием, на тот момент оно называлось Rail Skyway Systems, потом сказали, что для белорусов сложно выговаривать такое, скажем так, словосочетание, и данное предприятие было переименовано в зал построенных технологий. И летом, в июле месяце 2015 года на территории Экотехнопарка прошли первые работы. Это был субботник, по-моему, 17 июля. Мы отсюда, с Москвы, скажем так, несколько человек поехали и потрудились во славу. В субботу, да, на территории будущего полигона, когда мы тогда говорили, сейчас это Экотехнопарк. И уже в конце июля месяца стали проходить первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка, то есть взяты пробы грунта, скажем так, глубина залегания грунтовых вод и так далее, и так далее. В августе месяце начались первые опоры по строительству и созданию первой анкерной опоры будущих Тараскайвэй. То есть все это было в 2015 году. На сегодня получается так, что у нас фактически построен Экотехнопарк, это называется таким образом, да, на площади в 36 гектар. Вот, там построено 5 трасс Скайвэй на сегодняшний день, да, 6-я достраивается, это, скажем, для того, чтобы можно было прокатывать, обкатывать, испытывать, да, и сертифицировать транспортные средства Скайвэй. Разные, скажем так, грузоподъемности, разные пассажировместимости. Более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, вот, на сегодня спроектировано уже 11 моделей транспортных средств. Про производственные площади, вот еще могу добавить, то, что буквально недавно, скажем так, запущено в действие новый корпус для крупноузловой сборки на территории нашего объекта в Шабанах, это, скажем так, на окраине города Минска, да, и ведутся работы в 3-х километрах в деревне Костюкович, если не ошибаюсь, скажем так, завершается уже в скором будущем, еще одно производственное помещение, то есть компания на сегодняшний день является владельцем большого количества объектов недвижимости, да, то есть, по сути дела, это активы компании. Как я сказал, разработаны 11 образцов транспортных средств, то есть самым первым, как сейчас помню, скажем так, транспортным средством, которое осуществило свой прокат, стал Юнибаль двухместный. В 15-м году, в начале 15-го года об этом транспортном средстве еще, скажем так, не велось речи вообще, да, то есть речь шла просто о грузовом высокоскоростном и городском транспорте, вот, ну, когда мы получили приглашение в 16-м году, 11-го февраля, принять участие в первой выставке «Инотранс», это первое крупное мероприятие, да, такого масштаба, где специалисты нашей компании принимали участие в большом, скажем так, выставочном павильоне и демонстрировали то, что было, скажем так, на работу на тот момент. Вот на это мероприятие, на «Инотранс-2016» было отвезено два транспортных средства, которые были созданы в период времени где-то с начала марта по сентябрь месяц, да. Как правило, на производство, например, какого-либо отдельно взятого автомобиля, модели автомобиля, уходит не один год и порядка миллиарда долларов США для того, чтобы, скажем так, вылезать, откатать там и так далее, и так далее. У нас таких средств, ну, тем не менее, за короткий промежуток времени фактически на гора были выданы два новых транспортных средства. Первый прокат «Юнибайкс» 29 ноября 2016 года на территории Экотехнопарка. Есть фотографии, есть, скажем так, видео, снятые по этой тематике. Вы можете отлистать новости на нашем сайте на ноябре 2016 года и лично посмотреть, скажем так, ну, заглянуть в глаза конструктора Анатолия Дорочевницкого, насколько он был рад, когда, скажем так, его детище наконец-то поехало по путевой структуре. Почему? Да потому что, скажем, 70-е годы, 80-е годы, вот в 2000-е годы был полигон в подмосковном городе Озера, да, и там был представлен первый образец транспорта Skyway, 150-метровый эстакан, на стальных колесах ЗИВ-131 сбирался, скажем так, с нуля до определенной высоты, пробегал. Это была демонстрация того, что данная технология вообще возможна, первого поколения. Сегодня мы, как говорит генеральный конструктор, строим технологию, развиваем четвертого поколения транспортных средств Skyway. То есть у нас есть разные транспортные средства, разные пассажировместимости, от двух человек, да, самый легкий, это Univind, который вмещает двух человек, Unibike, до 48 человек, у нас есть, скажем так, двухсекционный уже созданный 48-м местный Unibus, которым, скажем так, целый ряд людей этим летом на четвертом экофестивале в августе месяце имели возможность прокатиться, не только на нем. Там еще была возможность проехать на шестиместных Unicar'ах, на 14-местном Unibus, да, который, кстати, тоже был продемонстрирован впервые на Инотрансе 2016, в сентябре 2016 года. Что еще хотелось бы отметить, да, отнести к успехам, вот, в принципе, на сегодняшний день на территории нашего предприятия в Республике Беларусь работает более тысячи специалистов. Вот я говорил, да, дату май месяц 2014 года, один человек, а сегодня более тысячи квалифицированных рабочих мест, высоко квалифицированных рабочих мест, люди получают приличную зарплату, скажем так, да, за все это платятся налоги, бюджет государства Беларуси, соответственно, мы делаем большой вклад в развитие экономики Республики Беларусь в том числе. Началось строительство инновационно-транспортного кластера в Шарже, то есть там сейчас у нас строится Skyway Innovation Center, да, и была проведена большая работа, и впервые информация о том, что мы будем развиваться в Объединенных Арабских Эмиратах, именно, скажем так, будем начинать строительство трассы, она прозвучала после мероприятия, которое прошло в 2018 году, это Future City Show в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть именно, наверное, во время данного мероприятия прошли ключевые переговоры, что-то от нас держалось в тайне, как мы говорим, да, и первая информация о том, что мы будем строить в Объединенных Арабских Эмиратах прозвучала на Экофесте в 2018 году, тоже летом, да, и тогда генеральный конструктор сказал, что, в принципе, работы уже ведутся, то есть заказаны, скажем так, необходимые конструкции, заказаны необходимые, скажем, комплектующие, которые нам нужны будут для строительства инновационного центра на территории Шаржи, и там планируется строительство 400-метрового участка и 3-2,5-2,5-километрового участка, где будут продемонстрированы тяжелые юниконты, и планируются, скажем так, транспортные средства высокой пассажировместимости, то есть не на 48 человек, а больше, скажем так, и сотни, и более, то есть все это будет демонстрироваться на территории нашего инновационного центра в Шарже. Строительство, как говорил Анатолий Дарчунинский, это началось в 2018 году, сейчас уже, скажем так, целый ряд успехов, мы об этом поговорим немножко позже, по ходу нашего сегодняшнего вебинара. Что еще хотелось бы отметить, да, в факультативном формате, в факультативном режиме специалистами нашей компании, вот, кстати, вот кадры по Шарже, по переговорам с шейхом господином Аль-Касиме, да, то есть переговоры проводились не раз, я так понимаю, и вот было принято решение, что на территории Эмирата Шарже, а господин Аль-Касиме является эмиром Шарже, да, будет строиться скайвейный и высший центр. Действительно, в факультативном режиме работы наших конструкторов созданы транспортные средства, которые позволяют людям с ограничениями, скажем так, возможности передвижения, да, то есть, как у нас любят этих людей называть инвалидами, те, у кого, скажем, ну, по сути дела, не работает нижняя часть туловища, да, управлять автомобилем и, можно сказать, современным электромобилем, у которого можно развивать скорость до 100 км в час, и в том формате городского движения, да, то есть до 150 км у него есть запас прочности, запас хода, то есть аккумуляторы выдерживают, скажем так, перемещение этого транспортного средства до 150 км. То есть для человека, у которого ограничены возможности перемещаться в пределы своего города, вполне классное, удобное транспортное средство. Что еще хотелось бы добавить, то, что данное транспортное средство позволяет человеку с ограничениями, скажем так, в перемещении, в передвижении, одному, да, то есть без помощи кого бы то ни было, размещаться внутри транспортного средства и управлять транспортным средством. Это очень важно, кстати, потому что большинство подобных автомобилей подразумевает все равно, что человек должен, либо кто-то должен пересадить, либо кто-то за ним должен сложить тележку, коляску и так далее. Здесь все человек может делать сам. Далее, в 2018 году был продемонстрирован модель высокоскоростного юнибуса, который будет развивать скорость до 500 км в час. Это произошло на международном мероприятии под названием «Инотранс-2018». Это вызвало большой фурор. Даже, скажем так, японцы, как мы знаем, продвинутые в автомобилестроении, в транспорте, у них эти паровозы с НКСН, которые перемещаются со скоростью свыше 400 км в час и так далее, все равно они обратили внимание на данные транспортные средства. После этого приезжали, скажем так, дважды, создали даже передачу, сняли фильм короткий о технологии Skyway. Всего, если говорить о международных транспортных каких-либо форумах и выставках, да, на сегодняшний день это порядка 20 крупных форумов и выставок, где принимали участие специалисты в нашей компании. И на данных мероприятиях люди различного уровня, представители каких-либо администраций с разных углаков земного шара, специалисты мира транспорта имели возможность познакомиться с технологией Skyway. Вот, как я говорил, это вот такие мероприятия, например, как инотранс 16-18 год, это транспорт России 16-17, белорусский транспорт на неделю 16-17 год, это фьючер-сити-шоу, да, тот же Арабский Эмират, это смарт-сити Индия, это выставки на территории Индонезии, это выставки на территории Таиланда и еще целого ряда стран, в Австралии, ну и так далее. То есть там везде была продемонстрирована технология, и благодаря данным мероприятиям огромное количество людей, как я бы говорил, ознакомились с нашей технологией. Но, как оказалось, прорывом действительно в развитии нашей технологии стал регион Раиса Полуострова и в первую очередь страна Объединенная Арабским Эмиратом. Потому что вот в конце 18-го года большое количество командировок и переговоров совершил непосредственно сам Анатолий Дарович Юнинский. Технология была представлена сначала наследному принцу Дубая, да, это было в конце 18-го года. В дальнейшем технология была представлена, скажем так, уже непосредственно от Министерства транспорта и дорог Дубая, да, то есть это расшифровывается, точнее это аббревиатура РТА. И, в принципе, был разработан проект, по которому к 30-му году более 25% транспорта, который будет перемещаться по территории Дубая, он должен быть автономным, да, то есть без участия человека в управлении транспортом. И вот как раз-таки Министерство транспорта Дубая рассматривает нашу технологию как одну из тех, которая будет применяться в реализации данного проекта. То есть наследный принц Дубая, как я вам говорил, да, Хабдан и был Мухаммед Аль-Мактум, ознакомился с этой технологией в конце 18-го года, а вот на международном правительственном форуме, на крупном правительственном форуме, который прошел в феврале 19-го года, вместе, скажем так, с руководством РТА, они представили проект SkyWay непосредственно руководителю Эмирата Дубая, господину Аль-Мактуму, шейху Дубая, да, который, ознакомившись с технологией, в дальнейшем события развивались таким образом, что в конце апреля были разработаны, точнее, был разработан проект, который включал в себя 6 проектов, да, по развитию инфраструктуры города Дубая, и вот одним из проектов является реализация, скажем так, строительства 15-километровой трассы с 21 станцией по технологии SkyWay. Об этом сообщалось в большом количестве средств массовой информации, в первую очередь, скажем так, Объединенных Арабских Эмиратов и, в принципе, многие мировые СМИ затронули тематику того, что на территории Дубая будет реализована технология под названием SkyWay. Что хотелось бы еще отметить, раз уж мы говорим, скажем так, о тех ключевых вехах, да, или, скажем, основных каких-то событиях, которые происходили за время реализации нашей технологии. Как я уже говорил, у нас работает более тысячи специалистов высококвалифицированных, сегодня там порядка, как заявляет генеральный конструктор, 86 конструкторских бюро и различных управлений, и вот одной из наработок, собственной наработкой, да, специалистов нашей компании является создание целой линейки двигателей мотор-колесо разной мощности к различным транспортным средствам. То есть все это разработано специалистами нашей компании. Используется, как вот, скажем, в плюс тому же 14-му этапу развития, да, точнее 13-му этапу развития, на котором мы сейчас находимся, скажем так, завершение и уже полное освоение программы 3D Experience, это Индустрия 4.0, программа разработана компанией Daso Systems, это, скажем так, одна из ведущих компаний, которая разрабатывает программное обеспечение Индустрии 4.0 и фактически сейчас на всех форумах, где принимают участие специалисты, данной компании, они упоминают о том, что первой компанией на территории Беларуси, которая стала использовать программное обеспечение Индустрии 4.0, их программное обеспечение является компанией Daso Systems. Автором, как я уже говорил, является Анатолий Дарович Юнинский, генеральным конструктором технологии, то есть занимается, как я уже вам сказал, более 40 лет развитием и внедрением своей технологии, у него более 150 изобретений, порядка 200 различных научных работ, у него есть целый ряд монографий, их порядка двух десятков, да, и в принципе совсем это пластмасса, информация непосредственно о генеральном конструкторе технологии, вы можете ознакомиться на его личном сайте 3W Юнинский Той. Там есть фотографии, там есть видео, там есть патенты, сертификаты, которые, скажем так, были получены когда-то, и что хотелось бы отметить, что действительно у нас компания серьезно относится, скажем так, к защите интеллектуальной собственности. На сегодняшний день получено более 80 патентов и сертификатов различных государственных структур, но фактически, скажем так, стран, находящихся на всех континентах мира. То есть это США и Канада, это Австралия, это 11 сертификатов Евросоюза, это Япония, Китай и еще целый ряд стран, находящихся, скажем так, на территории СНГ и на территории Европы. То есть это то, что проделан большой объем работы, действительно, для того, чтобы защитить технологию, прежде чем мы выйдем на строительство дорог в разные углаки земного шара. За время развития нашего проекта, начиная где-то с 2015 года, да, наверное, да, в 2015 год были первые какие-то делегации, которые посещали территорию Котехнопарка. Сначала это были представители научных кругов, там, университетов, министерства, точнее, Академии наук Республики Беларусь. То есть в дальнейшем это, скажем так, стали уже появляться международные делегации с разных углаковых земного шара. Вот сегодня 32, это информация, наверное, где-то трехмесячной давности. За последнее время, вы знаете, были проведены переговоры, например, с представителями компании Бекар и с представителями компании Фест Арпин. Да, это те, кто занимается, скажем так, выпуском металлопроката различного, там, от проволок до каких-либо других изделий из металла. Это мировые лидеры в своих, скажем так, нишах индустрии изготовления металлопроката, и они сотрудничают с компанией Skyway на сегодняшний день. То есть уже, скажем, целый ряд заказов они уже наших выполнили. То есть ведутся активные работы, потому что нам на сегодняшний день нужно расширяться, нужно уже демонстрировать, строить в ближайшее время технологию в разных уголках. Поэтому нам, конечно же, тех производственных площадей, которые есть у нас в своих личных, конечно, не хватит. То есть нам нужны партнеры, которые будут вместе с нами развивать данную технологию. Что хотелось бы, наверное, отметить еще из последних свежих новостей. Но то, что у нас действительно сдано здание испытательного центра, можно сказать, испытательная лаборатория территории Экотехнопарка. Раньше просто испытательная лаборатория находилась на территории Шибанов в производственном помещении, что было, в принципе, небезопасно. Безопасно, да, потому что нужно испытывать на высоких скоростях колеса, нужно испытывать систему токосъема и так далее, и так далее. И вот сейчас есть, скажем так, отдельно стоящее здание со специально прикрепленными стенами. И сейчас успешно идет уже обкатка, кстати, и проверка того же токосъема, да, на путевой структуре SkyWay. Одна из новостей на прошлой неделе была о том, что уже опробована система токосъема. Она будет совершенствоваться, улучшаться. Это то, что обещалось когда-то, и огромное количество людей вот нам как бы так тыкали пальцами под ребра и говорили, ну, где же токосъем обещали. Вот сейчас уже ведутся активные работы по созданию системы токосъема для того, чтобы перемещались транспортные средства на высоких скоростях, да. То есть вы знаете, что токосъем осуществляется у нас где? Ну, вот троллейбусы снимают своим способом, да, электричество, там, трамваи, метро. Вот здесь также будет, скажем, сниматься, электричество будет передаваться по путевой структуре, и будет стоять специальное устройство, которое будет позволять, скажем так, работать электродвигателем, находящимся на борту транспортных средств. Как я вам говорил, да, в момент запуска проекта был разработан 15-этапный план, и вот что я хочу сейчас сказать, да, одна из новостей, которые вот буквально сегодня, да, не то чтобы ошарашили, огорошили, я думаю, никого это не удивило, все давно это ждали, наконец-то, да, объявили, что через месяц, 5 декабря, группа компании Skyway будет переходить на 14-й этап развития. То есть нас люди спрашивали давно, а мы говорили об этом, что, друзья, поверьте, скажем так, минимум там за две недели до перехода вам всем это все расскажут. И вот сказали, через месяц компания перейдет на 14-й этап. Как я вам говорил, на каждом из этапов есть свой уровень доходности, либо дисконт. Отличие, скажем так, стоимости долей на сегодняшний день, который вы приобретаете, от номинала. За номинал взят 1 доллар, в Соединенных Штатах Америки, да. На сегодняшний день еще в течение месяца у вас будет возможность приобрести пакеты долей компании в интервале приумножения ваших денежных средств от 14-ти раз до 60-ти раз, в зависимости от того пакета, который вы выбираете внутри личного кабинета. Остался месяц, то есть возможность среди вас есть те, кто взвешивает, скажем так, и задает себе вопрос, надо ли мне инвестировать, да, кто, скажем так, задает себе вопрос, надо ли мне кому-нибудь рассказать о том, что вот есть возможность стать совладельцем данной технологии, в дальнейшем получать доход от тех инвестиций, которые вы сделаете сейчас. А доход можно будет получить, наверное, двумя путями, да. Первый, когда компания закончит тот же 15-й этап и начнется реализация технологии в разных уголках земного шара, то есть будет осуществлена монетизация вот этих самых долей. Либо посредством обычных бирж, либо посредством криптобирж, это мы с вами все узнаем. Но важно понимать следующее, как только будет осуществлена монетизация, вы сможете реализовать эти доли, продать их, подарить кому-то, да. Либо просто дожидаться дивидендов, а у нас в инвестиционном меморандуме предусмотрена такая ситуация, что 20% от прибыли компании с любой точки земного шара, там, где будут реализовываться технологии, будет распределяться между теми людьми, которые поддержали технологии на начальном этапе развития. То есть вот в период этих 15 этапов. Да, те, кто покупал доли в 2014 году, за те же деньги, они могли взять гораздо большее количество долей. Но, тем не менее, даже сегодня пока, да, и далее, я думаю, будет все равно выгодно приобретать, пока дисконт еще, скажем так, меньше одного к одному. В дальнейшем по мере реализации технологий строительства дорог, скажем так, и демонстрации того, что технология приносит пользу, есть вероятность, что стоимость отдельно взятой доли будет расти и выше доллара и так далее. Но это мы посмотрим в момент реализации, да. Рынок оценит, сколько будет стоить отдельно каждой взятой доли. Что же необходимо сделать, как здесь написано на слайде, чтобы каждый смог инвестировать в нашу компанию, да. Все достаточно просто. Вы заходите на сайт Skyway Capital, который я говорила, нажимаете кнопочку «Вход», да, у вас появляется панелька входа либо регистрации. Вы регистрируетесь, у вас получается, скажем так, свой собственный личный кабинет. Сразу в кабинете пройти процедуру верификации, то есть предоставить необходимые документы, идентифицировать себя по отношению к нам. И с этого момента вы можете, скажем так, полностью пользоваться той информацией, которая есть внутри личного кабинета и разобраться в тех инвестиционных возможностях и стратегиях, которые есть у нас. А их на сегодняшний день можно так разбить на две части, наверное, основные. Это разовое приобретение пакета, стоимостью от 15 долларов до 150 тысяч долларов, со своим уровнем дисконта, да. Либо приобретение пакета вдали в рассрочку. У нас есть целый ряд программ, которые позволяют инвестировать денежные средства, незначительные ежемесячно, но с хорошим выгодным дисконтом и в дальнейшем владеть приличным пакетом вдали, да, на сегодняшний день. Вот, то есть вы выбираете себе любой из пакетов, да, вкладываете то количество денежных средств, считаете нужным, потому что никто не будет сидеть у вас на пчах и доказывать, что вам нужно заплатить больше или меньше. То есть сделайте тот шаг, который комфортен вам. То, что вы не потратите последние деньги, вам не нужно будет, скажем так, затягивать пояс, пережимать желудок, да, перекрывать дыхание своим близким в реализации желаний там, тем более скоро Новый год, кто-то захочет купить что-то еще. То есть по той мере возможности, которую вы считаете нужным для себя, вы можете стать владельцем пакетов вдали. Вот. Вы приобретаете себе один из пакетов, потом вы подписываете, скажем так, договор конвертированного займа, то есть вы, по сути дела, нам даете деньги в долг, и в дальнейшем вы можете подписать требования, где вам в залог тех денег, которые вы нам дали, да, выдаётся тот пакет вдали, который вы выбрали. То есть всё достаточно просто. Я же говорю, основу этот договор конвертированного займа. Всё это юридически чисто, всё это юридически, скажем так, организовано по уму, поэтому любой человек может сделать этот шаг. И что хотел бы ещё добавить, да, помимо того, что вы становитесь нашим инвестором, совладельцем какого-либо пакета долей, да, вы можете на сегодняшний день организовать и создать себе свой собственный бизнес, который позволит вам получать доход до момента, скажем так, выхода группы компании Skyway на монетизацию тех долей, о которых я вам говорил, да, до момента, скажем так, когда мы будем получать дивиденды и продавать эти доли. Потому что у нас есть программа лояльности, либо партнёрская программа, по которой вы можете давать информацию своим окружающим людям, будь то в интернете, будь то в обычной жизни, приглашать их на подобные мероприятия, которые проходят сейчас, либо давать записи, просмотры данной презентации, да. И как я говорил вначале, данная презентация, она по большому счёту организована для того, чтобы люди, впервые пришедшие, услышав о нашей технологии, у них есть три пути. Первое, сказать всё это и уйти, да. Вот. Второе, это принять решение, разобраться сразу, да, и зарегистрироваться, двигаться вместе с нами. Третье, это задать вопрос. Третье, наверное, самое такое логичное, только задавать вопросы не до бесконечности, да, на протяжении, там, целого года, вникая, там, какие-то скрижали развития технологий, читая какие-то справочники, там, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя техническую информацию у нас огромное количество. Главное, чтобы вы в ней не зарылись, да. Вот. Правильно заданный вопрос, это отличная ситуация. То есть, если у вас сейчас такие вопросы появились, вы сейчас можете задать их в чате, либо вы можете задать их тем людям, если вы впервые слушаете информацию, которую вас пригласили на подобные мероприятия. Кстати, все мероприятия поддержки, которые существуют в нашей компании, их достаточно много. Это подобные вебинары, да, причем вебинары у нас проходят на большом количестве европейских языков. У нас структуры, как я вам говорил, развиваются в разных странах мира, и найти расписание этих вебинаров очень просто. Зайти либо на сайт Skyway Capital, либо внутри личного кабинета есть раздел события, и в нем есть подразделы онлайн мероприятия, офлайн мероприятия. Выбрав любой из них, вы можете посмотреть, когда, в какое время, в каком городе, на каком языке, и кто ведущий, да, и там возможна информация даже с телефонами этих людей, как их найти. Проводится презентация на тематику ознакомления людей с информацией о развитии нашего проекта, с информацией о том, какая выгода есть абсолютно любого человека, если он станет нашим инвестором, партнером и будет развиваться вместе с нами. Для того, чтобы посмотреть в виртуальной реальности, как выглядит, скажем так, наша технология, ну вот, на 360 градусов, вы можете с этот QR-код, скажем так, сфотографировать сейчас на экране, перейти на сайт, и там побывать и внутри транспортного средства Skyway, и внутри вокзала, и так далее, и так далее. Теперь, наверное, перейдем к чему. Ну, какие вехи основные, да, за прошедшую неделю, наверное, 10 дней. Ну, наверное, самое важное, то, что мы с вами уже видели, это действительно признание нашей технологии, это посещение инновационного центра Skyway в Шарже членом Высшего Совета Объединенных Арабских Эмиратов, шейфом господином Аль-Кассини, да, то есть тот, кто является руководителем Эмирата Шарже, ознакомление с тем, что проделал на сегодняшний день, то есть посещение территории нашего центра СВИК, и, наверное, одна из самых важных новостей, на которые стоит заострить внимание, это вот та сегодняшняя новость, которая говорится о том, что через месяц, 5 декабря, группа компании Skyway будет переходить на 14 этап развития. Ну, основными вехами, наверное, за время, скажем так, 13 этапа действительно стала модернизация производства, то есть расширение нашего производства, это строительство СВИК на территории Эмирата Шарже, вот, это, скажем так, совершенствованные технологии на территории Экотехнопарка, то есть некоторые виды путевой структуры были доработаны, да, это вот действительно, скажем так, первые работы, связанные с проверкой работы системы ТОК-съема, вот, это завершение, скажем так, полного цикла работ создания грузового комплекса Skyway на территории Экотехнопарка, то есть это все было проделано за время 13 этапа. Вот, был целый ряд новых разработок в системе безопасности, в системе, скажем так, искусственного интеллекта, машинного зрения и так далее, и так далее, и все это демонстрировалось как раз-таки во время 13 этапа. Вот, ну и 14 этап, который нас ждет, и будет, опять же, он разбит на подэтапы, конечно же, в первую очередь, это расширение развития нашего проекта на территории Аравийского полуострова, на территории Минонных Арабских Эмиратов, потому что, вы знаете, как ранее заявлялось, это не только строительство СВИК, но и в дальнейшем наверняка у нас появится информация как раз-таки по тем участкам, где предполагается строительство высокоскоростного, Skyway, ну и так далее, и так далее. Вот такая информация, коллеги. Есть ли какие-то вопросы ко мне сейчас, в данный момент? Публикации были в средствах массовой информации, опять про нас написал, скажем так, наш партнер, можно сказать, уже многолетний, журнал On Air, да, была размещена основа информации о нашей технологии, это журнал, который вкладывается в каждое кресло компании Белая, когда люди летят в самолете, они могут полистать журналы, там снова разворот про технологию Skyway. Вот таким вот образом. Итак, друзья, если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их в чате, сейчас я посмотрю, что у нас тут есть, есть ли что-нибудь в социальных сетях, да, то есть, есть ли пытливые умы, которые задавали вопросы в соцсетях, А сейчас, наверное, все-таки один из немало важных моментов, да, то, что мы получаем информацию, то, что о нас говорят в мире, да, вот последним событием, которые произошли на территории Объединенных Арабских Эмиратов, большое количество средств массовой информации размещали информацию на своих страницах о том, что происходит в Шарже, и вот вы можете, я вам с точки сбросил, по любой переходить, посмотреть, да, там большинство из них на арабском языке, где-то есть на английском, ну, я думаю, при помощи Google-переводчик вам в помощь. У меня, в принципе, на этом все, коллеги. Единственное, что могу еще вам добавить, да, у нас есть, опять же, лендинг, который позволяет вам ознакомиться с нашей технологией, там и в режиме виртуальной реальности тоже посмотреть, что, как, где и почему. Это лендинг, на который вы можете перейти и, скажем так, побывать, опять же, внутри технологии SkyWay. Итак, друзья, если что, у вас по существу сегодняшняя информация. Так, что-то вроде бы появилось, да, сейчас, одну минутку. Когда 14-й этап? Ну, вот видите, я не знаю, во сколько, вот я буквально 10 минут назад про это говорил, вот меня спросили в 17.36-10 минут назад. 14-й этап начнется 5-го декабря. По поводу, вот, интересуется Юрий, что достроен ли до конца экотехнопарк в Беларуси? Нет, не достроен, да, то есть у нас практически в том виде, в котором он предполагался, там, пять трасс, он уже практически завершен, хотя вот мы говорим, что ведутся работы, связанные там с токосъемом, там, совершенствование путевой структуры, там, и полужесткое было осуществлено, вы знаете, и укреплены опоры, и так далее, чтобы более мощные, более тяжелые транспортные средства перемещались. И будет осуществляться, и заканчиваться строительство 6-й трассы, то есть до конца еще экотехнопарк не достроен. Если внимательно следите за нашими новостями, то вот как бы в новостях, которые прозвучали в пятницу от господина Кириченко, прозвучала следующая информация, то, что создан запрос, да, скажем так, отправлено в руководство, скажем, необходимую структуру, которые бы дали добро, на строительство первого коммерческого проекта на территории Республики Беларусь, вот то, что было заявлено летом, на строительство дороги к Беларуси в окрестностях технопарка и так далее. Вот это вот сделано за последнюю неделю. Так, Юрий Майоров. Ну вот, Юрий, я сейчас ответил вам. Первый адресный проект, да, коммерческий адресный проект, он будет строиться в ближайшее время, и сейчас создана вся необходимая техническая документация, отправлен запрос в государственную структуру Республики Беларусь, чтобы было дано разрешение на создание этого объекта. Вот таким вот образом. Так, друзья, если больше опросов ко мне нет, то, в принципе, мы с вами сейчас, ну так, на удивление, уместили 45 минут. Не знаю, полезна ли была данная информация. Марина, я предполагаю, что дисконт 600 по всей вероятности останется, потому что при переходе на 13 этап на вебинарах некоторых, скажем так, руководителей и людей, которые являются членами управления Skyway Capital, звучало, что он, наверное, будет изменен и будет отменен, но лично Анатолий Нидорович Ренинский в таком из интервью сказал, что, друзья, я вводил данную возможность, я ее не отменяю. Соответственно, можно предположить, что дисконт 600 останется для тех, кто его использует на сегодняшний день и кто, скажем так, двигается в рамках тех условий, которые, скажем так, предъявляются к продлению дисконта 600. Сколько бы долей не было, чем больше долей у вас на момент монетизации проекта, этих долей, которыми вы владеете, если вы не будете их продавать и, скажем так, будете ждать дивидендов, тем большее количество денег вы будете получать. Потому что, если вы купили пакет за 15 долларов, и у вас там сейчас 300 долей, вы прекрасно понимаете, что на 300 долей дивиденды, они будут, скажем так, такие, которые вы будете рассматривать под биноклем, там, я не знаю, 8-кратным, 16-кратным, 32-кратным, да, потому что это будет очень мало, это капля в море. Кстати, для того, чтобы иметь большее количество долей и чтобы при этом не тратить деньги, скажем так, из тех источников дохода, которые есть у вас на сегодняшний день, и создана партнерская программа. Вы можете создавать крупные структуры, получать доход, часть денег, которые вы привлекаете в реализацию нашего проекта, и эти деньги, скажем так, тратить на то, что вам хочется, и плюс ко всему, часть из них реинвестировать и увеличивать пакет долей, который есть в нашем проекте. Таким образом, вы становитесь еще более и более крупным инвестором. Вот чего я вам желаю. Правильно Николай сказал, что, в принципе, много денег, наверное, не бывает. Конечно же, желательно тратить их, или, скажем так, реализовывать какие-то проекты, использовать, потому что деньги могут быть как во зло, так и во благо. Они нейтральные. Многие говорят, деньги не пахнут, да. Деньги – это энергия, которую вы можете направлять в проекты, которые могут приносить людям радость и счастье, либо разрушать человеческие жизни. Да, мы убеждаемся и в одном, и в другом. Каждый день происходит то и другое. Возможно, это для баланса, но лучше бы, чтобы люди тратили деньги во благо. У меня на этом все, коллеги. Если у вас больше нет никаких вопросов, спасибо вам большое за внимание. Ну, добавлю просто от себя. Если информация в таком формате нравится, приглашайте новичков на данное мероприятие. Ну, либо давайте, конечно, в записи, потому что, конечно же, живое общение, которое происходит у нас на многих городских презентациях разных лугаках земного шара, оно, наверное, немного более динамично и интересно, потому что я могу видеть, например, в глаза тех людей, которые приходят на мероприятие и задают вопросы. Здесь очень сложно это увидеть, но тем не менее, иногда люди задают вопросы, и хороший вопрос, когда человек интересуется, знать это приятно. Здоровья вам и денег, отличного ноября. Пусть он принесет вам радость, счастье, успех вам и вашим близким. Я на этом заканчиваю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова